Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на сувязи! Час без беги! Привет, Марта! Привет всем слушателям! Ну, на полном мы распочнемся статистике, так? Я к Завсюду. Да, давай, конечно, расскажу. Я думаю, что есть что сказать. Давай. Так, с начала года в Беларуси произошло уже 1063 пожара. 187 человек погибли, 177 спасены. В Минске в этом году произошло 50 пожаров, погибли 8 человек и 13 спасены. Что происходило за неделю? Начнем со 2 марта, да? Утром в доме номер 12, корпус 1, по улице Леси, Украинки, мужчина 81 года рождения получил ожоги. Как выяснилось, на нем загорелась одежда при курении в постели. Мужчина был госпитализирован с ожогами лица, шеи, грудной клетки, спины, рук, правого бедра. И это все на 50% тела. На следующий день он скончался. Ближе к полудню в доме номер 57 на Севастопольской, предположительно из-за короткого замыкания по распределительном устройстве газового котла, горело имущество в помещении кухни. Днем спасателям поступило сообщение об опрокидывании на внутреннем кольце 41-го к километра МКАД грузового автомобиля с полуприцепом-бочкой для привозки сыпучих грузов, в котором находился цемент. Может, автолюбители, кто в это время проезжал, знают, что там была большая пробка. В результате ДТП водитель госпитализирован. Для ликвидации последствий ДТП и поднятия на колеса прокинутого автомобиля были задействованы работники и крановая техника МЧС. В том числе понадобился кран грузоподъемностью 100 тонн. А это уж, поверь, Марта, парень такой серьезный. Я о нем как-то говорил про этот кран, что это одна из уникальной техники в нашем гарнизоне. Я хотела сказать, что память узгадывали мы на вид, а вот эту речь очень спотребилась. Да. Вечером 2 марта на Сурганово горел БМВ 2009 года выпуска. Ну, причина очевидная – оплавление, изоляция электропроводки в багажном отделении. А в 22.06 на 112 жильцы дома номер 17 по улице Мирошниченко сообщили о сработке системы противодымной защиты. Прибывшие спасатели установили, что в жилой комнате квартиры, расположенное на шестом этаже, произошло загорание дивана и постельных принадлежностей. Работники МЧС на полу в комнате обнаружили в бессознательном состоянии пенсионерку 56-го года рождения, которую вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой помощи. Женщина на следующий день скончалась в больнице. Причина происшествия устанавливается, рассматривается неосторожное обращение с огнем. 4 марта во второй половине дня на Копольской горел неэксплуатированный частный дом. Причем этот дом горел в этом году уже два раза. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. А около полуночи на телефон спасателей очевидец сообщил о людях, находящихся на акватории болотесной местности реки Свислочь в районе улицы Якубова. До прибытия подразделения МЧС очевидцам и сотрудникам патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД из полыньи были спасены два ребенка 13-го и 20-го годов рождения. По прибытии работники МЧС спасли женщину 88-го года рождения, которая находилась в полынье в 20 метрах от берега. После осмотра работниками скорой медицинской помощи спасенные с общим переохлаждением были доставлены в учреждение здравоохранения. В субботу днем возле дома номер 96 по улице Убаревича горел мусор в металлическом строительном контейнере. Но ты же понимаешь, что если бы только мусор, я бы об этом и не говорил. Дело в том, что огнем был поврежден рядом стоящий легковой фургон Fiat Ducato, а именно лакокрасочное покрытие, левое боковое стекло и зеркало. Так что смотрите внимательно, где оставлять свои автомобили, чтобы это было на безопасном расстоянии от других автомобилей, ну и от мусорок в том числе, как показывает практика. В ночь на 7 марта в районе улицы Зыбецкой работники МЧС доставали из Свислыча парня 2000 года рождения. Самостоятельно он выбраться не мог, то ли из-за алкогольного опьянения, то ли из-за сильного общего переохлаждения. Утром на Громово 22 спасатели высвобождали застрявшую голову пенсионерки из-под радиатора отопления. Женщина госпитализирована с термическим ожогом правого глаза. А что мрабила голова женщины там, в этом радиаторе? Ну, где-то оступилась и, видишь, попала в такую западню. Бывают, конечно, истории, но вот дивными сдаются. Так, в 8 вечера 7 марта жильцы дома номер 9 на Волгоградской сообщили в МЧС о дыме из подвала. Спасатели констатировали загорание имущества в помещении теплопункта подвала. В нем же без признаков жизни была обнаружена женщина 85 года рождения. Причина пожара устанавливается, рассматривается неосторожное обращение с огнем погибшей, скорее всего, курение. А около 10 вечера горело имущество в квартире дома номер 15, корпус 1 на Якубовского. Предполагается короткое замыкание электроудлинителя. Такой вот безобидный электроудлинитель может тоже спровоцировать пожар, напоминаем. И что же происходило 8 марта? Около полудня на улице Алтайской в доме номер 206 произошло загорание имущества на лоджии. Причина, скорее всего, брошенная свыше лежащих этажей незатушная сигарета. Ну и кроме этого, в этот праздничный день спасателям поступило 6 ложных вызовов. Так, новость готова были. Дивная. Ну, я думаю, что варто тут нагадать нашим слухачам, что завысь такие несоправдные вызовы. Махчима, я не веду отказ на с ней, расскажи, альбом не Махчима. В соответствии со статьей 19.6 Кодекса об административных правонарушениях, заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милиции, скорой помощи или подразделения по ЧС, ну или какие-то другие специализированные службы, влечет наложение штрафов в размере от 4 до 15 базовых величин. А если вот так все посчитать, у нас 15... 32 рубля сейчас базовая величина, это получается почти 500 рублей. Ну, довольно значная личба такая мне подается для особистого бюджета, тому все ж таки, коли ласка подумайте, ну не кажучи про то, что так махчима вася гэта часа, подмога да помога будзе патрыбна кому стес правды, так иншему, хто будзе в небеспечной ситуации. Ну, конечно, ну и напомню, что если вы видите, что какой-то дым где-то, может, вам показалось, или есть какие-то основания полагать, что действительно тут что-то горит, не бойтесь, это не будет ложным вызовом. Если спасатели приедут, и это окажется какой-нибудь пар или дым из трубы какой-нибудь, все нормально, вам штраф не дадут. Главное, чтобы вы различали, что баловство, конечно, будет караться, а если вы не уверены, то лучше, конечно, перестраховаться. Ну, если это с правды вельми важно, и наполням одно сголовных. Так, что у нас по статисту, есть еще что-то рассказать? Ну, этого достаточно. Можем поставить крупку, да? Есть еще пару моментов, открывали, в общем, лифтовые кабины, но хочу заострить на этом внимание, из-за чего это происходит, из-за чего лифт может застрять, и что нужно делать в этом случае, чуть-чуть позже расскажу. Поговорим так позднее, хотела сказать я, так что дочекайтесь, а мы вернемся литерально на праздник, кольки хвилин. Протягивается наш час безпеки. Я нагадаю, что у студии гость работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по назначайных ситуациях Александр Папко. И мы гульню, не узгадали, такая самая наполнеприемная частка нашей размовы. Саш, давай-ка пытание, ну, а я посляно гадаю, куда отказ досылать. Так, слушай, Марта, мы, в общем, с коллегами решили не вопрос в этот раз сегодня задавать, а... Отразу отказ? Нет, ну, как бы, дело в том, что я, когда готовился к этому эфиру, ну, в смысле, искал какой-то вопрос, может, интересный, спрашивал у коллег. Мы как-то обмолвились пословицами, и это было очень даже интересно. Не все пословицы можно, оказывается, вот прям растрактовать правильно, да? И нашли мы одну такую поговорку или пословицу, как её там правильно назвать, которую не могли объяснить. Она связана вот с огнём, вот, и хотим задание слушателям дать, которые нас сейчас слышат, прислать нам какую-нибудь пословицу или поговорку, которая связана с огнём. Ну, а мы, в свою очередь, я надеюсь, мы с тобой растолкуем. Если нет, ну, тогда уже спросим. Попросим, вы все расслабляете, конечно. И, в общем, какая вот самая интересная будет пословица или поговорка, мы её выберем в режиме онлайн, да, в эфире прям, и, ну, тому, наверное, и подарим подарок. Вот как-то такое необычное задание. Самое главное быть не першим, самое главное быть оригинальным и текавым. Ну, оригинальным, конечно, не ведаю, все-таки, калі гэта такая народная история, цым не меньше. Я нагадаю, што свои отказы вы нам досылаете в субкулку Радио Столица ВКонтакте, раздел «Поведамленья». Менавіта, вусь, тут мы будем усё глядзеть, читать. Ну, и, конечно, тут выберем самога, такога, вусь, самый текавый вариант. И, менавіта, гэты текавый вариант, атермае подарунок ад Минска городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях. Ну, это под настроение, ты ж понимаешь. Самый интересный вариант, может быть, самый простой. Так, ну, так вось... Посмотрим среди... Вообще просто любую какую-то пословицу и поговорку, связанную с огнём. Там, где будет вот слово «огонь», например, или там «пламя». Ну, пера, может, это один будет только. Да, да, я просто повторяю задание, может, кто-то не понял, думает, что они там наговорили. Так, вот такое задание, собственно. Ну, что ж, я нагадываюсь, что старт мы дали. Калиласка, вы пишите, ну, а мы протягнем размову про лифт мы хотели поговорить. Давай, Саша. Хотела рассказать? Это же про самое болючее. Я просто вельми боюсь. Ты боишься? Серьёзно? Боишься замкнутого пространства или упасть, может, что именно боишься? Не поддавается мне вот это помешкание маленькое во всех сенсах. Давай расскажем. Я понял. Ты, в общем, сторонник лестничной клетки, чтобы пройти себе и спорт заодно, да? Ну, я хотела сказать, батюш, такие вот все корыстные, приемные одразу. Ну, ты мне меньше не усевусь такие, как я, там, ну, давай, для инших расскажем. Слушай, ну, для тебя тогда, да, не буду рассказывать, но я думаю, что большинству городских жителей хотя бы раз да приходилось застревать в лифте. Ты когда-нибудь застревала? Одной же. Один раз было. Ой, это было так страшно. Вот, так что неприятная эта ситуация может каждого застать врасплох. Меня тоже пару раз так вот блокировали в лифте, причем я один раз очень опаздывал. И вообще, нежданно, негаданно, я до этого не верил, что лифт может просто так остановиться. И он действительно может просто так остановиться. Ну, видишь, зато я была уж такая, добро расслумачить можно было, чему спозднился. Ну да, но мне не поверили. Так, что первое? Конечно, в любой ситуации мы, спасатели, желаем избегать паники, да, советуем прям 100%. Ну, как во всех ситуациях. Какой-то, если вот сейчас зима, да, мы в теплой одежде, в каких-то куртках, расстегните теплую одежду, постарайтесь дышать размеренно, да, делать какие-то глубокие вдохи. Первое, что нужно сделать, это успокоиться, конечно. Связаться с диспетчером обязательно. В лифте на панели управления есть кнопка с изображением колокольчика. Дождитесь ответа, расскажите, что случилось. Назовите адрес дома, номер подъезда. Для этого, кстати, желательно запоминать эти данные, если вы застряли у кого-нибудь в гостях. Знаешь, пришла ты к кому-нибудь в гости, ну, не всегда помнишь, какой даже номер дома. На такси привез тебя таксист к нужному подъезду, а ты забыла. Так, значит, если диспетчер не отвечает, надо позвонить в аварийную службу. Ее телефоны обычно указаны в лифте, на такой металлической табличке. Ну, и в лифтовом холле. Ну, лифтовой холл, понятное дело, что вам не пригодится. Ну, если в лифте даже нету где-то там, или закрашен. Я понимаю, что есть еще 112 телефон, так что вы помните об этом тоже. Если вдруг аварийного номера не видите, 112. Самое полное от лифона ловилось у лифта, видишь? Да, если не ловит, что нужно делать? Конечно, надо звать как-то на помощь. Кричать, стучать по стенкам лифта, но... А вы здравы, что, можно стукать по стенкам ногами? По стенкам, но можно. По дверям вот совсем нежелательно, потому что это может усугубить только процесс вашего вызволения, да, как по-белорусскому. Так что по стенкам постучите, покричите, но по дверям не надо, не бейте, не лупите. Соблюдайте технику безопасности вообще, в принципе, да, вот, допустим, ждете в режиме ожидания, созвонились вы с диспетчером, диспетчер сказал, что, или там, сказал, что все, аварийная служба к вам едет, не переживайте, или там, дозвонились спасательно. Спасатели, кстати, я думаю, что даже и быстрее приедут, чем любая аварийная служба в этом случае. Ждете, не пытайтесь сами открыть двери, не засовывайте туда руки, там, не вспоминайте эти фильмы, где в боевиках открывают где-то какие-то люки сверху и сами выбираются там по ступенечкам. Ну, знаете, да, вот эти фильмы сразу перед глазами почему-то. При движении препятствовать как-то закрытию дверей, или особенно прыгать и нажимать на все кнопки. Вот именно из-за этого в большинстве случаев и лифты застревают. Ну и, конечно, хочется напомнить, при пожаре ни в коем случае не пользоваться лифтом, даже если пожар где-то совсем не на лестничной клетке, а где-то в какой-то квартире, все равно в целях безопасности лифт, это может быть превратиться в какой-то капкан, где вы можете просто задохнуться. Самое главное, кто входит в лифт первым, да, вот сейчас мужчина или женщина, тот, кто ближе к двери, тот всегда входит в первый. Не создавайте затор, не надо тут быть джентльменом, пропускать всех женщин. Первый стоишь, заходишь в лифт, выходишь, то же самое. В принципе, такие были рекомендации, и напомню, почему мы это говорили, потому что вот на этой неделе два раза выезжали спасатели. 2 марта вот достали, сейчас найду женщину с ребенком, и 3 марта открывание вот кабина лифта, с фотки вижу, находилась собака в кабине. Тоже, кстати, если заходите с животными, то не нужно их первых, их последних, возьмите на руки, зайдите, потому что можете поставить. Ну вот, коли можно взять, видишь, не усилякую жвелу можно на руки взять. Ну, как правило, те, кто живут в квартирах, да, в многоэтажках, этих животных можно взять. Если уже нет, ну, постарайтесь совсем рядышком с ними проходить. Ну что ж, я думаю, что занотовали наши слухачи, и я думаю, что нам треба с тобой спыниться, поглядеть в варианты, яке дослали высь, прыказок, прымавок, так, каб высветлеть, хто ж сегодня будзе пераможцца, а гэта высь отбудзица у сё литерального праздника, кольких хвилин. Протягываем час безпеки, и, конечно же, скажем, стоп гульня. Саш, нагадывай, каля ласка, наше задание, ну и назовем пераможцу. Очень хотел почитать какие-нибудь пословицы и поговорки от слушателей, связанных с огнём, ну, там, где будет слово «огонь», например, «искры». И я вижу по твоим глазам, что что-то прислали, да? Так, есть у нас шмат вариантов, я бы сказала. Показывай последний сразу. А пошли? Если много. Ну, высь напрыкли. Ну, значит, последний человек самый долго думал, да? Нет? Так, ну, тут як сказать. Хотя, ёсць, дораджавось, у нас и паутор, тем не меньше, ну, давай так, мы с тобой... Ну, давай парочку зачитаем, и сейчас... Давай. Ну, высь, напрыклад, буду по-русску читать, потому что не заусюду тут, зрозумелые, отповедники могут быть. Огонь и вода хватит, не всплывёшь. Так, после... Глубоко, так, философски. Так, после пожара руками не машут, ну, такая звядомая довольно так вырос, хотя, ну... Не знаю, мне кажется, после драки там кулаками не машут, а уже после пожара... Перанял, я хотела сказать, что мне падаец звядома вырос, як быцца бы пера... Крахуйнакш сказали. Так, што у нас там яшче... Не мадыма без агню, ну, высь, гэта промаяць звядомая прыкаска. Огонь селён, вода сильнее огня, земля сильнее воды, человек сильнее земли. Ну, я вас не чула, скажу, че. Ну, тут не сказать, не сказать. Мне кажется, всё-таки огонь... Огонь тушит. Может быть даже сильнее, чем человек. Ну, хотя, с другой стороны, мы же его побеждаем каждый раз, так что... Огонь тушит, пока не разгорелся. Огонь грязью не запачкаешь. Огонь с искрой начинается. Топор обрубит, а огонь с корнем спалит. Ну, уж, коротко, что-то есть такие у нас варианты. Остать не буду зачатывать, потому что шмат ясчэ, я думаю, что хопить на сёня. Пераможцы называем. Так, может, давай, где... Как там, ну, зачитывало, что вот огонь не вода, если охватит, то... Охватит не всплывёшь. Не всплывёшь, да. Ну, пераможцы у нас Макс. Вы отрымлёвэйте подороны, кады Минска городского управления Министерства по назначайных ситуациях. Виншоем, як дезабрать, расскажу поздней. Ну, а мы крыху, литеральна, Саша, у нас пара хвилинах застаеца. Ведаю, что важное, яшчэ, поведомленья есть. Давай. Слушай, ну, если пару прям минуточек осталось всего лишь, хотелось бы побольше поговорить, но тем не менее, сейчас уже весна наступает, и видно вот солнышко прямо сейчас нам здесь светит в окошко. И как бы люди начинают выезжать оттуда-то на дачу, сжечь вот сухую растительность. Уже есть случаи загораний вот сухой растительности, которые приводят к каким-то уже последствиям. напомнить своим бабушкам, дедушкам, родителям престарелым, что этого делать нельзя, которые живут именно вот где-то в деревнях. Потому что именно вот пенсионеры у нас в зоне риска постоянно находятся. Постоянные у нас сводки пополняются именно такими происшествиями, когда какая-то бабушка одинокая, допустим, где-то в деревне у себя решила сжечь сухую там растительность, траву, да, допустим, весной или там ветки какие-то. И вот эта растительность вся так разгорается, что и дом сгорает у этой бабушки, и даже были такие случаи, что и бабушки эти сгорали. Так что напоминаю еще раз всем слушателям, чтобы внимательно относились к этому вопросу, не сжигали сухую растительность бездумно. А если решили где-то спалить какие-то оставшиеся там ветки, мусор, то обязательно контролируйте это горение и после вот этого сжигания полностью дотушивайте все вот эти вот угольки, которые остаются. Ну что ж, сейчас поднимемся, что все докладно надавали воду память. Дякую, Саша, за то, что рассказал. Пришел я иногда, что у нашей студии был гость, работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях Александр Папко. И Марту Ходолей. Всем покуль.